Вклад в развитие государства и улучшение качества жизни каждого. Самарцам начали рассылать налоговые уведомления об уплате транспортных и имущественных налогов за 2021 год. Тем, кто зарегистрирован на сайте налог.ру и имеет личный кабинет, уведомления приходят туда, остальным по почте. Гражданам, у которых не открыт личный кабинет, нужно будет, получив с почты уведомления, пойти в почтовое отделение по месту жительства и получить налоговые уведомления, заказнуть и смог. Транспортный налог пополняет областную казну, налог на имущество физических лиц и земельный – местную. После чего средства направляются на здравоохранение и социальную сферу, что вполне ожидаемо на фоне пандемии и борьбы с ее последствиями. Немалые суммы ежегодно тратятся на образование, а также на строительство и ремонт дорог, закупку общественного транспорта. Но главные расходы – содержание жилищно-коммунального хозяйства. В региональные и местные бюджеты включаются расходы на переселение граждан из аварийного жилья, содержание и ремонт, реконструкцию жилищного фонда, развитие и модернизацию коммуникаций. Налоги важно платить, потому что те деньги, которые поступают в бюджет от налогоплательщиков, они в первую очередь используются на благоустройство и на повышение качества жизни тех же самых налогоплательщиков. Поэтому я хочу, во-первых, поблагодарить тех людей, которые сразу, получив уведомления, идут и оплачивают. В первую очередь, конечно, важно для меня, как для главы района, важна уплата имущественных налогов и земельных налогов, потому что все эти деньги консолидируются в городском и районном бюджете, и, соответственно, потом они идут на благоустройство территории. Срок уплаты налогов – 1 декабря. Налоговые органы обязаны направить уведомления не позднее, чем за месяц до этой даты. В случае неуплаты налогов начисляются пени в размере 1,3 отставки рефинансирования Центробанка за каждый календарный день просрочки. Информация о должнике передается в судебные органы. Далее выносится судебный приказ, приставы взыскивают налоги, а также начисленные пени с карточек или со счетов недобросовестных налогоплательщиков.